Не случайно именно 3 сентября выбрано Днём Солидарности в борьбе с терроризмом. Именно в этот день, 14 лет назад, произошёл захват заложников в школе номер один города Беслан. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников – детей, их родителей и сотрудников школы. Там были наши дети, там были наши родственники. Кто бы ни было, дети – это наше будущее. Поколение здоровья, счастья, чтобы друг друга уважали, любили, чтобы в трудные минуты всегда стояли рядом. Сочинцы почтили память жертв Беслана минутой молчания. Священнослужители провели заупокойный молебен. С терроризмом нужно не только бороться, но и предупреждать его возникновение, подчеркнул сегодня глава курорта. И такие слова, как толерантность в многонациональном Сочи, взаимоуважение, неоспоримые постулаты. К сожалению, и сегодня наш мир небезопасен от террора. Все власти города, каждый человек, власти страны, мы должны сделать все для того, чтобы предупредить то, что касается школ города Сочи. То беспрецедентные меры безопасности мы принимаем. Каждый сантиметр периметра забора просматривается. Мы увеличиваем количество охраны. И это все ради того, чтобы обеспечить безопасность наших деток в школах, в учебных заведениях. Светлая память о всех тех, кто погиб в терактах. А всем, кто живет, конечно, мирного неба над головой.